Вот нашли вы человека, и начинается подготовка ко дню свадьбы. И каждый хочет, чтобы свадьба твоя была лучшим днём в его жизни. Знаете, что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Он сказал, когда вы тратите меньше на свою свадьбу, это принесёт вам больше благодати Божьей, больше барраката. А мы что делаем? Причисто Аллах. Мы по меньшей мере тысяч двадцать фунтов тратим на свадьбу. Ну, ребят, так или нет? Десять, двадцать, тридцать тысяч. Некоторые торгуются, обсуждают свадебный дар, махер. Поставим пятьдесят тысяч фунтов. Да, буду выглядеть крутым. Пойду потом, к своим друзьям. Скажу, за дочь свадебный дар взяли пятьдесят тысяч, а вы сколько? Что? Пятьдесят не хотят давать, сестра. Прямо говорю вам. Если хотите, пусть лучше будет пять тысяч. Но ещё один ноль не добавляйте, чтоб круче казаться. Хотите дать пять, дайте пять. Есть бабушки в Бангладеше. При смерти уже. А по сей день махер не получили, пятьдесят лет назад обещанный. Серьёзно говорю? Некоторые бабушки умирают. Так и не получив махер. Иногда люди, субханаллах, хотят большой холл, вместить туда человек триста, причём всех вместе единомоментно. Моментно. Что? А стулья на никяхах видели? В недешёвых заведениях вам зарядят триста фунтов за стул. И с вас там? Сдерут за всё остальное. За сцену, за декорации, ещё за что. Вы заплатите баснословные деньги. Ни за что. И как бывает на большинстве свадеб, когда все садятся есть, курица уже холодная и жёсткая. Да или нет, скажите? Да? А кебаб выглядит как труба, которую ты дома чинишь. Труба резиновая. Холодный. Потому что приглашали на полвторого, а начали полчетвёртого. Ну, так же бывает. И люди самодовольные такие, мол, приготовили семь разных блюд, пустили двадцать тысяч фунтов на ветер. И так прям этому рады. Я вам подскажу, как лучше сделать. Вот идея куда лучше. Как провести всю свадьбу за две тысячи фунтов. Всю свадьбу. Так же на триста человек. Готовы? Во-первых, проводите в мечети. Всю свадьбу кушайте на полу. Расстелите скатерть. И пускай люди сидят на полу, когда едят. Скромнее будьте. Не жалуйтесь. На полу сядьте. Сёстры могут сесть, например, в каком-нибудь пристрое, который рядом с мечетью. Если это дороговато, то можно сделать вот так. Проводите дома. Вы скажете, «О боже, дом это я как проведу?» Ну, я подскажу. На три дня разбейте. Суббота, воскресенье, понедельник. В субботу позовите. Пятьдесят человек в обед? Пятьдесят вечером. В воскресенье пятьдесят пятьдесят. И в понедельник пятьдесят, и пятьдесят триста. Простая арифметика. Триста человек за три дня. Ну и всё, и во дворе дома просто поставьте шатёр. Если у вас свой дом, там вместится ещё пятьдесят. И готовьте одно блюдо. Думайте, «Господи боже мой, как же это так-то?» Если кто-нибудь жаловаться будет в этот день. Скажите, «Вы покушать, что ли, пришли? Больше еду негде взять? Одного блюда мало?» Люди в день Никяха хотят пир закатить. Огромный. Потом, когда уже свадьбу справляют. Огромное угощение. И так гордятся этим, типа, «Да, могём». Вбухали двадцать-тридцать тысяч фунтов. Вы с ума сошли? Во времена пророка Никях читали. В мечети. А после Никяха угощали только финиками. Только финики. И всё. Десять фунтов, брат. Брат, слушаешь? Двадцать фунтов максимум. Большую-большую коробку фиников купи и хватит. После обряда бракосочетания, как говорил пророк, если можете себе позволить, зарежьте овцу. Одной хватит. А те, кто не могли себе этого позволить, просто давали всем знать о Никяхе. Брали с собой бубны, шли по улице и били в бубны. И кричали при этом, «Такой-то, такой-то, женился на такой-то, такой-то». В Никяхе важно, чтобы люди об этом узнали. А мы еде такое значение придаём, что забываем о главном. Я вам скажу, куда эти деньги потратить. Приберегите эти двадцать тысяч фунтов. Спросите, на что же нам их потратить? Вот вам прекрасная идея. Вы, сёстры, вы, братья, к окончанию учёбы в университете потратили двадцать семь тысяч фунтов. А в хадж сегодня съездить? Пять тысяч на человека. А получить депозит на дом двадцать-тридцать тысяч фунтов надо. Где возьмёте? Так вот эти двадцать-тридцать тысяч, которые на свадьбу прожигаете, убедите родителей, чтобы они их приберегли, а потом преподнесли как подарок. Мы, родители тех-то-техто, приберегли специально для них двадцать тысяч фунтов. И решили провести простую свадьбу у себя дома, в шатре на заднем дворе. И мы решили подарить им двадцать тысяч фунтов на их будущий дом. На первый взнос. Некоторые думают, «Не, мой папа никогда так не сделает». Потому что папа хочет, чтоб я и два моих брата, а ещё дома двое моих сестёр. Папа хочет, чтоб мы вместе жили в трёхкомнатном доме. Бывает так, да или нет? Да или нет, скажите. Те, кто так делают, посчитайте. Вот есть парень, который только что женился. У него есть брат. И кроме него ещё один брат. Потом у него будет, допустим, трое детей. Им придётся в одной спальне ютиться. Вы с женой уже вниз переехали, ладно. А у его брата большой аппетит. У него будет пятеро детей. Пять плюс три – восемь. Он только ещё жить начинает. А ты хочешь немного здесь расшириться, здесь расшириться, чтоб все в итоге жили вместе. Вот мне спросить хочется, ты с ума сошёл или что? Однажды им нужно будет уехать. Так почему бы уже сейчас не дать им возможность уехать, сэкономив на шикарной свадьбе? Реально, вот не понимаю их. Думаешь, у тебя с головой что-то не в порядке. Где ты их разместишь? У тебя дома же не хватает места. Нет, нет, мол, в Бангладеше у нас так принято жить. Мы всегда так вместе жили в Бангладеше. Но у тебя в трёхкомнатном доме не хватает же места для всех. Дай им жить отдельно. Когда Али ибн Абуталиб женился на дочке пророка Фатиме, он дал им отдельный дом. Сначала Али жил в доме пророка вместе с его дочерью. А потом пророк дал им отдельный дом, чтоб они были независимы. И вы так сделайте. Пусть живут независимо. Чем более они будут независимы, тем лучше будет. Ну то есть, все вот эти свадебные излишества, люди с ума сходят. Тратят деньги свои просто ни на что. Деньги на ветер. Прошу, введите новый тренд. Заведите карту и копите на неё деньги на свадьбу. И накопленные деньги дадите молодым, чтоб они первый взнос за дом внесли. Это почётно. Поднимите руки, кому понравилось. Хорошо. А поднимите руки, у кого это получилось. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Ко мне после никаха подошёл. Парень один говорит, шейх, я хочу простую свадьбу. Но мои родители хотят шикарную. Хотят пир закатить. Хотят вбухать столько денег. Говорю, брат, успокойся. Успокойся. Отпусти это. Что мне делать, говорит. Мне друзья говорят, стой на своём. Я говорю, слушай. Не друзья твои. Девушку эту потеряют, если что. Нравится она тебе. Хочешь жениться на ней. И родители твои сильно зависят от обычаев. Тогда знаешь что? Голову склони. Пускай проводят. Ты пытался их вразумить. Сделал, что мог. А примут они это или нет, от тебя уже не зависит. Понимаете, ребят, не давите слишком на людей, которые зависят от обычаев. Они вам всю свадьбу испортят. Из-за какой-нибудь глупости.